Завоевали родной город, теперь готовятся покорить Европу своим творчеством. В этом году среди 19 финалистов национального этапа детского Евровидения сразу две воспитанницы Новокуйбышевской школы искусств вдохновения. О том, чем юные певицы готовы удивить жюри и почему они уже считают себя победителями. Елена Шишкина. Старший брат Владлены, Ярослав, стал первым участником финала национального этапа Евровидения от Самарской губернии в 2010 году. Но несколько месяцев назад семья губеревых переехала в Санкт-Петербург. Владлена сегодня представляет на Евровидении город на Неве, но по-прежнему занимается бокалом у любимого педагога в Новокуйбышевске. Я родилась здесь, это моя родина, я не предам свою родину, и поэтому мне нравится больше здесь заниматься, чем в Санкт-Петербурге. Влада и Вика, которые по-прежнему любят петь вместе, на конкурсе станут конкурентками. Пожалуй, они единственные из участников финала знают, с чем идут на конкурс. Ведь по правилам каждый исполнитель готовит новую специально написанную песню, и до сих пор финалисты не слышали номера друг друга. Я знаю, они все просто прекрасные певцы, у них чудесный вокал, чудесные песни, и это, наверное, очень серьезная конкуренция будет в этом году. Каждая из девочек постаралась, чтобы написанная для них песня отражала их собственные мысли и мечты. Песня Вики о ее любви к музыке. Я так с тобой позовешь, я не в силах устоять, это право красный я, это право красный я. Не один год идут дети к участию в конкурсе такого уровня, и хотя до триумфа на международном этапе еще далеко, девочки и их педагог уже считают себя победительницами. Это очень высокая планка, попасть в финал национального отбора буквально в 15, 16, 19 человек страны. Это очень весомо, профессионально, значимо для нас, и как для педагога, и для детей. Дети очень мечтают попасть на этот проект. Он является очень таким значимым и знаковым в судьбе и в развитии, в творческой карьере детей. Это моя мечта, и на данный момент подготовка к детскому Евровидению для меня важнее всего. И все остальные дела у меня просто уходят на второй план. И мысли забиты только этим, репетиции, тренировки различные. Финал национального этапа состоится 3 июня в Крымском Артеке. Но уже с 26 мая за девочек можно голосовать во всех группах конкурса и Академии популярной музыки Игоря Крутого в социальных сетях. Ведь единственный финалист будет отобран по сумме оценок профессионального жюри и зрительского голосования. Елена Шишкина, Александр Дудко, Новости губернии.